Свидетельство о браке. Вот оно как бы первичное, оно не менялось, как выписано 5 августа. Это тетя Лена выписывала, наверное. Какого года? 1964 года, 5 августа. Это довольно-таки реликвия наша. В 1964 году, в августе месяце, я пришел на каникулы в военном училище после первого курса. А она приехала, работала на Дальнем Востоке, приехала в отпуск. И были танцы в клубе. Вот. И я ее пригласил на танец, пошел провожать. За нами шли мать ее и младший брат. На другой день он сказал, выходи замуж. Нет, я на другой день сказал, что люблю, а на третий день сказал, что выходи замуж. Никогда не ругались. Это одно. А вот как мы как-то договаривались. Самое главное, это вот долго, я считаю, друг другу уступать. И у него в основном в командировках он мотался. Ну а в чем секрет каждой семьи? Взаимопонимание, любовь, какие-то уступки друг к другу. Ну, помощь та же в чем-то. Ну, кто главный в семье, мама или папа? Папа главный. И так, находясь в армии, такое все, как говорится, было по-армейски. Был телемост с американцами. И одна из женщин выкрикнула с последнего ряда в зале. У нас нет секса. Было такое. Да, может быть, в какой-то степени она права. У нас была постоянно любовь, в первую очередь. А потом уже секс. Сейчас же, ну, я не боюсь это сказать, что на первом месте, по-моему, секс без любви. Любовь должна обязательно присутствовать. Это вот мое твердое убеждение. Пример, как это, традиционной семьи. Традиционных вот этих ценностей семейных, которые сейчас не везде есть, не все их поддерживают. Многие этого не понимают. Но у меня как бы все из семьи идет. Если в семье все хорошо, то у тебя и все остальное у тебя будет. Субтитры создавал DimaTorzok